играешь танки подписывайся на мой канал индомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks и у нас на обзоре средний танк 10 уровня нации германии leopard 1 да вот такой в 3d стиле красавчик вот все у нас полноценный гайд обзор по этой машине разберем все плюсы и минусы этой машины да насколько он хорош современным redmi уже по сложившейся традиции все-таки предлагаю да да предлагаю сходить посмотреть бронирование леопарда 1 идем и так вот наш леопард смотрите весь оранжево-красный да он наверно крепче мауса броня то вы поглядите ладно самом деле быстро броню смотрим почему быстро сейчас все сами поймете нлд у нас состоит из двух частей нижняя часть 54 20 миллиметров фактически приемки 54 пробивают все нлд у нас 50 приведенки 70 пробивают все в лд у нас 70 в приведенки 136 пробивают все щеки корпуса рикошетные 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 вы представляете о лучше сюда леопард не стрелять дальше боковая броня у нас невероятные 30 миллиметров 35 может танковать какие-то снаряды даже пишет вот здесь вверху за фальшбортом да мы даже можем что-то за рикошет на самом деле смешно на нем лучше не танковать от борта вот по поводу башни маска орудия 7070 ну понятно пробивает все полочка наверху 115 пробивает все под маской 146 пробивают все щеки вот здесь передняя часть 143 там 110 пробивает все края щек рикошетит ну просто здесь сферическая такая можно сказать башня вытянутая до хорошие углы наклона и даже 60 миллиметров превращается в рикошетную зону все могут зарикошетить над гусеничные полки щеки и щеки башни самых краях все с броней все с броней разобрались брони нет лучей леопарду башню щеки не стрелять и над гусеничные полки суда тоже не стрелять досмотрим пушку вот пушку у нас здесь альфа 420 реально приятная альфа как для среднего танка бронепробитие основным снарядом невероятные двести семьдесят восемь миллиметров голда триста двадцать три на стоке жерез заряжается 9 и 3 секунды дпм 2700 на стоке до точность конечная на стоке 029 сведение супер комфортно 1 из 7 по поводу полевой модернизации я еще не качал но скоро этим займусь до во втором блоке мы качаем повышение жизнеспособности модулей а в четвертом блоке мы качаем от размера круга сведения а в пятом блоке мы не качаем ничего нет ничего седьмом блоке мы качаем конечно же настройки механизмов прицеливания и восьмом блоке мы мощности двигателя скорость сведения не качаем ничего а второй слот мы здесь берем на я бы честно взял все-таки танк не в упоре бою и да и понятно что брони нету но я взял бы разведку и иногда бы на нем катал бы так сказать даже на просветленки планы переходим к к оборудованию для леопарда 1 по оборудованию здесь а пляска все идет от досылателя соответственно если вы прокачаете полевую модернизацию возьмите на разведку основной слот 2 вернее слот на разведку то просветленную оптику я вам рекомендую этой машине я бы его поставил сюда досылатель в 3 слот вот а в первый слот можно поставить турбину можно поставить вентилятор как у меня можно поставить улучшенный прицел да да улучшенный прицел вот как-то так по оборудованию я еще воткнул сюда на вентиль инструкции по снарядам вот тут самое интересное у нас основной снаряд под калибр летит почти 1500 метров в секунду бомба уже бомба основной снаряд не голда вот такая скорость полета голда у нас тоже под калибр и летит невероятные про сумасшедшие 1613 метров в секунду ахренеть ахренеть здесь даже фугас летит почти 1200 офигеть вот по оборудованию стандартный компой по оборуду по снаряжению стандартный комплект аремка аптечка а где тушь но для комфортной игры на этом аппарате рекомендую до паек видишь шоколадки экипаж стандартные четыре члена экипажа первым перком командиру лампу всем остальным ремонт вторым перком боевое братство третьим и далее перком качайте как показано в табличке вот поставили вот такое вот на оборудование да без прицела то есть прицел от этот танк невероятно становится невероятно точным с улучшенным прицел но мы вот на таком оборудовании до поставили инструкцию на вентиль до паек экипаж у нас такой слабенький 3 перка 2 перка плюс точнее до заряжается у нас пушка чуть больше 7 секунд кстати у вену пушечки невероятные 9 комфортный градусов углов вертикальной наводки 148 время сведения точность при такой сборке и а в отсутствие полевой модернизации у нас 025 а поставив сюда например вентиль вместо оптики поставив сюда улучшенный прицел и прокачав как я вам показал полевую модернизацию да все на точность полевая модернизация здесь у вас будет 021 вот такой вот круг сведения маленький вот по хп по живучести у нас 1850 не так уж и много но как есть по мобильности 70 вперед 23 назад ставитесь турбину поставить но я считаю турбинным он все-таки не нужно у него и так достаточно неплохая подвижность 20 лошадей на тонну по незаметности у меня перки не вкачана незаметность поэтому здесь не самые лучшие показатели вот потому что экипаж не самый лучший вообще у леопарда должна быть хорошая незаметность у вас должно быть у экипажа как минимум 4 перка и из них у каждого члена экипаж должна быть вкачана незаметность по обзору у нас невероятные 490 500 метров это с просветленка то есть вы не только будете стрелять но вы еще и будете светить так что вот так у насколько хороша так ну танк относится к тем машинам на которых реально хочется играть ну прям хочется во первых приятная альфа давайте плюс пройдем приятная альфа невероятно точная пушка ну просто исключительно точная пушка только из одной пушки из одного орудия хочется играть хороший увен у этой пушки до хорошая подвижность как на месте крутится так и на максималке вперед и назад это плюсы дальше до хорошая стаба кстати забыл сказать у пушки хорошая стабилизация даже без стаба вот ну и минусы танка это конечно отсутствует броня от слова совсем поэтому отыгрывая на карте внимательно изучаете сетап с какими противниками будете играть на какой карте вы находитесь и ищите грамотно места для отыгрыша до учитывая плюсы и минусы этого танка то есть брони нету вперед не лезем но может быть скорость позволить занять позиции и посветить постоять и где-то даже из инвиза пострелять все зависит от карты все зависит от противника соответственно ну вот такая вот суперская машина на самом деле то есть этот танк должен быть у вас в ангаре этот танк позволяет прям ну покайфовать поиграть наш любимую игру world of tanks реально получить удовольствие предлагаю уже отправляться в бой подергать за рычаги пощупать эту машину на что она реально способна современную рендами поехали так 2 артули походим с ними у меня этих мин много, враг уже близко так, засорёк выписали 277 унизили да, пушка здесь конечно достойна, кто даже говорить нечего в ответ стреляет, 277 танканули вылазь отлет на август стбх я забыл про две арты, прям реал по сути как и наш 430 хорошо пошло, враги повсюду подает это мне нравится так, трёх удали меня задели да враги повсюду вот это грабах уже близко ё-моё ага всё зергут вот это зергут ух, подвижность пушка короче кайф это кайф они там Продолжение следует... 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 Играешь танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик.